Бои за Новосокольники Новосокольнический краевед Юрий Алексеев написал книгу о военном прошлом города Моя коллега Ирина Медведкина попросила его рассказать о самых драматических страницах боев за Новосокольники История его не такая большая и не такая богатая, как у большинства городов нашей области Поэтому самой главной страницей для нашего города является Великая Отечественная война Мало таких мест найдется не только в области, но и в России Где боевые действия продолжались и в 1941, и в 1942, и в 1943, и в 1944 году Фронт потоптался здесь основательно Например, сейчас в Новосокольниках осталось только три постройки довоенного времени Вот если почитать воспоминания хотя бы тех же самых немцев Они прямо говорят, что местность вокруг Новосокольников напоминала к началу 1944 года лунный пейзаж Там не только домов, там даже никакой растительности не было Немцы превратили вот этот треугольник Новосокольники и Луги и Луки в очень мощный укрепрайон Здесь была очень густая железнодорожная сечь И вот Новосокольники в их документах тоже проходят под названием Крепость Новосокольники То есть это говорит о том, какое значение они придавали этому городу Немцы действительно держались за него очень крепко Сюда были подтянуты резервы, в том числе и полк так называемых химических минометов реактивных И это позволило отразить наше наступление Новосокольники тогда освободить не удалось Многие потомки тех, кто к нам сюда пришел когда-то с оружием Выкладывают свои личные архивы в интернет Появилось огромное количество фотографий, сделанных немцами в то время И вот там прямо даже видно, как город постепенно разрушается 41-й год, город практически не тронут Фотографии 42-го года, город уже в руинах 43-й, 44-й, здесь одни развалины Новосокольники потеряли для немцев значение После того, как наши войска заняли Невель в октябре 43-го года То есть железная дорога на юг была перерезана Но оставлять без боя такую укрепленную позицию немцы, конечно, тоже не могли И не хотели, потому что опираясь вот на этот плацдарм Можно было сдерживать наступление советских войск К концу 43-го года здесь образовался так называемый Новосокольнический выступ Вот и разработана была операция по срезанию этого выступа Войсками 2-го Прибалтийского фронта Цель была какова? Наши войска должны были окружить группировку немцев в Новосокольниках Это были части, по-моему, 43-го армейского корпуса После этого в немецком фронте образовывалась дыра Примерно километров 25-30 То есть наше командование предполагало Что прорыв к берегам Балтийского моря начнется как раз в начале 44-го года Если бы это случилось, это бы серьезно осложнило положение Вообще все северные части немецкого фронта С декабря по 43-го, по февраль 44-го года Бои здесь носили исключительно упорный характер Особенно в районе Насвы и в районе Маева К сожалению, операция эта успехом не увенчалась 29 января на плечах отступающего противника Сюда ворвались как раз полки 178-й стрелковой дивизии 22-й армии Которой командовал генерал-майор Кроников Приказ о назначении коменданта города в Вивчере был подписан уже 28 января Когда сюда вступила Красная армия, здесь тут же начали наводить порядок Брать город под контроль Немцы отошли недалеко, они закрепились в районе деревни Трапезина Это где-то километрах в пяти западнее Есть кинохроника тех времен, где видно, как гаубицы 122-мм Развернуты прямо на улицы города, напротив храма Которая вела огонь по немцам, которые закрепились западнее Новосокольников 64-й отряд бронепоездов принял участие в освобождении города Они, значит, помогали огнем наступающим нашим частям Бронепоезд это, по сути дела, передвижная артиллерийская батарея с огромным боезапасом Вот и бронепоезда сыграли довольно большую роль Самые упорные бои шли не в самом городе, а на его подступах За две недели до освобождения Новосокольников Наши войска предприняли попытку прорвать оборону противника В боях за город приняли участие подразделения, в которых служило много казахов Именно под Новосокольниками совершила свой подвиг снайпер Алия Магдагулова Достойное звание Героя Советского Союза В 14 января наши войска пытались прорвать немецкую оборону в районе деревни Казачиха Вот, наткнувшись на сильное сопротивление немцев Батальоны 54-й бригады залегли В этих батальонах, кстати, немало было как раз уроженцев Казахстана И сама Алия тоже там воевала И вот Алия подняла как раз своих соотечественников в бой Потому что она, естественно, знала казахский язык Она и по-русски, и по-казахски к ним обращалась Солдаты, видя, что вот девушка идет в сражение Поднялись все лет за ней Деревня была взята Вот, и в схватке, в окопах Алия там была ранена Ну, есть разные версии Насчет гибели, дальнейшей судьбы Я буду излагать официальную, которая изложена в воспоминаниях Гальперина Ее вместе с другими ранеными оттащили на окраинную деревню Положили там в какой-то сарай под навис Который вскоре загорелся И, как говорят, тело Алии сильно обгорело от этого Она была похоронена как раз на окраине деревни На том месте совсем вот недавно был установлен памятный знак Деревни Казачиха Ну, в Монакове сейчас покоится порядка трех тысяч наших солдат Цифра говорит сама за себя Насколько серьезными там были бои Это только в Монакове А там не только в Монакове Там еще есть Слободка Там еще есть Тиренина Там еще есть много братских захоронений Если их всех вместе собрать То, наверное, к десяти тысячам, наверное, и выйдет А сколько их еще не похоронено А именно там они и разворачивались, главные бои Вот не под Новосокольниками, а вот под Насовым и под Маевым Собственно говоря, наше продвижение началось уже потом Когда немцы начали отступать Когда стало ясно, что они за Новосокольники уже не держатся И тогда наши войска двинулись вперед Тяжелых боев за сам город Вот тогда, в январе 44-го года Ну, практически не было таких многодневных Но вот самые ожесточенные все-таки бои были Именно под Насово и под Маевым Именно там решалась судьба Новосокольнической операции Новосокольническая операция вообще считается Частью операции Ленинградско-Новгородской И если мы откроем любой справочник Мы увидим, что Новосокольники освобождены В ходе Ленинградско-Новгородской операции Но это операции, которые проводились одновременно Но справедливости ради следует все-таки сказать Что Новосокольническая операция Она как-то вот отдельной была Потому что это совершенно разные участки фронта Вот это операция именно 2-го прибалтийского Бывшего Калининского фронта Которая должна была оказать помощь Вот этой Ленинградско-Новгородской операции В разгроме 16-й немецкой армии Ну можно сказать и так Что вот эта вот операция оказала помощь Основным частям Ленинградского и Волховского фронтов В окончательном снятии блокады Ленинграда Они не дали возможность перебросить туда резервы После освобождения города вечером 29 января В Москве был дан артиллерийский салют 12 залпов из 124 орудий Линия фронта остановилась не очень-то далеко Примерно на границе нынешнего Новосокольнического И Пустошкинского районов Это отсюда примерно километров где-то в 30 Потому что вот после освобождения Маева Маева, кстати, освободили в начале февраля К концу февраля-начале марта Боевые действия у нас прекратились И на фронте наступило затишье Наши войска уперлись в оборонительную линию Пантера И начали готовиться к ее прорыву Новосокольники оказались в недалеком, но все-таки тылу Главной целью стало восстановление движения по железной дороге Представило восстановить как раз прежде всего железнодорожное полотно У немцев были специальные бригады Которые занимались уничтожением этого железнодорожного полотна Так называемый Шинен-Вольф Два паровоза цепляли за собой здоровенный плуг Который тащили как раз вот по насыпи Значит, уже к лету 44-го года движение здесь было практически налажено Первые поезда пошли буквально через пару недель после освобождения Но это были только экспериментальные составы Значит, к лету 44-го года Новосокольническая станция работала в полном объеме Когда казалось, что мир навсегда пришел в разоренный войной город Немецкие самолеты через полгода Совершили разрушительный налет на Новосокольники После этой бомбежки в городе не осталось ни одного целого здания Станция все еще оставалась стратегическим объектом Узловой станцией, через которую на запад шли эшелоны с войсками и техникой О боях за Новосокольники написано немало воспоминаний В том числе и с немецкой стороны Директор Новосокольнического музея Елена Маркова Процитировала дневниковые записи генерал-майора Александра Кроника Его дивизия освобождала город Мы нашли замечательные выдержки из газет К 30-летию освобождения города и района Здесь выступает бывший командир 178-й Кулагинской краснозаменной стрелковой дивизии Генерал-майор, кандидат исторических наук, генерал Кроник Называется статья «Пламенное сердце», посвященная светлой памяти полковника Михаила Андреевича Жалеса, погибшего 29 января 1944 года При освобождении города Новосокольники На моем наблюдательном пункте, оборудованном вблизи разваленной деревни Захарина Собрались командиры полков 178-й Кулагинской стрелковой дивизии Мой заместитель, начальник политоотдела дивизии, полковник Жалес Встал из-за стола, обвел своим взором всех присутствующих Его открытое, приветливое лицо вдруг стало суровым Большой лоб у переносицы перевезла складка-сердитка Боевые друзья, славные сыны Отечества Негромко сказал он Великий освободитель наступления Красной Армии успешно продолжается С каждой минутой голос его становился все тверже Соединение получило боевой приказ Выбить гитлеровцев из Новосокольников И освободить этот город Важный железнодорожный узел Кто бы мог тогда подумать Что это последнее его обращение к воинам Вдохновленные призывом, уверенные в победе Командиры полков сверили со мной свои часы Распрощались и быстро направились в свои части Ровно в 24.00, 28 января Наши полки с трех направлений перешли в наступление Без единого выстрела штурмовые роты Ворвались в первые траншеи противника Где завязались рукопашные схватки Местами пришлось применить и огонь 29 января, когда наши передовые роты Уже вели бои на улицах города А мой командонаблюдательный пункт Переместился в паровозное депо По телефону мне сообщили печальную весть Разведчики обнаружили смертельно раненых Полковника Жалеса, майора Сидорова И трупа сопровождавших их автоматчиков И ездового Лошади и сани были разорваны на части Разбросаны в разные стороны Оказалось, что в метель Жалес и его сопровождающие Сбили с пути и заехали на большое минное поле В тяжелейшем состоянии их доставили в медико-санитарный батальон Наши врачи приложили все усилия Знания, опыт, отдали свою кровь Но спасти не удалось Слишком тяжелые были раны Умирая, Михаил Андреевич сказал Как хорошо, что в боевую задачу выполнили срок Похороните меня на городской площади Домой сообщите, что я честно служил Родине До последнего И поздно вечером, 29 января Наши полки с возгласами Ура! Отомстим за смерть любимого Жалеса Атаковали гитлеровцев западнее новосокольников Политрук Борис Ефремович Захаров 709-й стрелковый выборский полк 178-я краснознаменная Кулагинская стрелковая дивизия Вот он тоже рассказывает в газете Называется «Год упорных боев» Воспоминания Бои за новосокольники не могут по своим масштабам Равняться с битвами за Москву, Сталинград С боями на Курско-Орловской дуге И с другими кровополитными боями При освобождении нашей отчизни От фашистско-проботителей Но в то же время Бои за новосокольники Послужили некоторым исходом Исторических битв На других фронтах Великой Отечественной войны Мне осталось неизвестно количество бойцов Погибших на этот фронтовой год Под новосокольники Но верно знаю, что их было немало Налаживать мирную жизнь В освобожденном городе На первых порах пришлось военным Сегодня в новосокольниках Открылась памятная доска Посвященная первому коменданту города Николаю Викчарову И вот именно знаменательно Что в том месте, где открывается Миральная доска Был водружен красный флаг При освобождении города Николай Иванович вообще воевал на фронте С первых дней И воевал начальником химслужбы И вот он как раз обеспечивал Боевые порядки Частей дивизии по владению Городного сокольника Вот Викчар Николай Иванович В трудных условиях На различных участках Создавал маскирующие Ложные домовые завесы С 28 по 29 января 1944 года Викчар Николай Иванович Поставил мощную домовую завесу По фронту 18 километров Заведя противников Залуждения И дал возможность Наступающим частям дивизии Ворваться в город Новосокольники Он первый Как офицер штаба Вместо батальона Воровался в город В боях Отличился И награжден Медалью за отвагу Кроник генерал сказал Что надо город постанавливать Его назначили Первым комендантом города Ну и конечно Что оказалось Город полностью разрушен Трупы немецкие Населения не было И пожары кругом Сразу на второй день Восстановили железную дорогу Люди стали подтягиваться Из лесов Из близлежащих деревень Голодные Холодные Нужно было кормить И вот что население местное Вспоминает с удовольствием Это каша С мороза Горячая Люди вот этого Давно-давно не видели Он дальше Он был Приезжал к нам уже В мирное время Кадровый военный В мирное время приезжал Он в 63-м году По-моему к нам приезжал А будут на открытии доски Какие-то его родственники? Да Будет его дочь Будет его внук Сын будет А теперь о находках Фонды музея пополняются Благодаря поисковикам О том, что им удалось Обнаружить на местах боев Рассказывает хранитель фондов Любовь Шапканова Ну вот у нас, например, есть Кассетная бомба Которая была сброшена на Новосокольники В июле 1944 года Так как наш город Имел стратегическое значение Также у нас есть Пулемет С танка Т-34 Сейчас этот танк установлен У нас в летнем саду Этот танк Пушечный прицел С этого танка Еще у нас есть Еще имеется у нас Большая пушка Самолета Ил-2 Летчика Сатарова Все документы Приезжали родственники Установлен там Памятник на месте Поднятия Вот этого самолета Сам Сибиряк Приезжали сестра и брат Из Кемеров Реактивный Наряд с Катюшей Есть у нас Бронежилеты У нас как применен На Птахинской высоте Это у нас такая Знаменитая была Птахинская высота Там были очень Жесоченные бои В боях за Птахинскую высоту Участвовал Павел Хропенков Он прожил большую жизнь Из его воспоминаний Мы знаем многие важные Подробности боев За Новосокольники И Великие Луки Мой коллега Борис Шерстнев При жизни ветерана Взял у него интервью Для своей телепередачи Послушайте отрывок Их беседы Мне больше всего Помнилось И самое Напряжение пережито На Ступинской высоте Вот И На Птахинской высоте Новосокольнинского района Легендарная Птахинская высота Великие Луки Как на ладони У немцев Бани, амбары, дворы Все зарыто в землю И сделаны переходы Павел Лаврентьевич До сих пор Называет этот клочок земли Поле ратной славы Местного значения При испытательных запусках Новых ракет М-30 Фашисты были в шоке Особенно когда Одна из них Полетела с упаковочным ящиком И прямиком На немецкие траншеи Русские запускают И утюжат наши позиции Какими-то сараями Сделали вывод Гитлеровцы Больше они сделать Ничего уже не могли Наши бойцы Нашли в муниципальных Укреплениях То, что осталось От превращенных В месиво Человеческих тел До нескольких живых Оглохших И в полном ступоре Солдат Третьего рейха С трудом Взяли Когда мы Сами Как это уже Обладели Тогда И никакие Контр-атаки Их Были Бессильными Мы были Хозяева Укрепившись Мне приходилось Бывать на Птахинской высоте 70 лет назад Здесь все было Изрезано Линиями окопов Перепахано Гусеницами танков И воронками от снарядов Поля былых сражений Зарастли травой Кровавые раны войны Давно затянулись На земле Наступил мир С вами был Анатолий Тиханов Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова